Всем привет, это Горца Владимир и в этом видео я буду показывать, каким образом можно зарабатывать деньги в интернете в 2020 году. Обязательно посмотрите это видео и отнеситесь к нему серьезно, потому что это реальный шанс. Торговлей на финансовых рынках я занимаюсь уже более 10 лет, а также веду торговые стримы в онлайн режиме. Все мои стратегии находятся в свободном доступе, то есть их без проблем можно взять, изучить, протестировать на демо-счетах разных компаний и собственно с помощью них зарабатывать. Также все их я собрал в своем вводном курсе, он полностью бесплатный и без каких-либо обязательных регистраций. Ссылку на этот курс я оставлю в подписи к этому видео, обязательно воспользуйтесь. Там все уроки прямо для новичков с самого нуля, все подробно показывается, демонстрируется с примерами и так далее. Тем более, как я уже сказал, этот курс кушать не просит, он полностью бесплатный. В этом же видео я буду показывать в онлайн режиме, каким образом ведется торговля, как зарабатываются деньги. Итак, буду комментировать рыночные ситуации, которые у меня были, давайте посмотрим. Первая рыночная ситуация по так называемой дневной методике это быстрый ценовой импульс. Не путайте с трендом, тут речь не о трендах, тут речь именно об импульсах, быстрых изменениях цены со временем. Видите на графике три зеленые довольно длинные свечки. Когда третья свечка была закрыта, я купил опцион на понижение, соответственно на 2 минуты. И дальше все, что остается, это выждать время, когда сделка закроется и будет по ней подведен итог. Напомню для тех, кто уже в курсе, что такое дневная стратегия или дневная методика. Здесь я работаю на таймфрейме 2 минуты, то есть каждая свечка на графике формируется в течение 2 минут. И длительность сделок также по 2 минуты. Вот мы видим, что цена уже разворачивается, идет вниз, проходит определенное расстояние, то есть коррекция уже, можно сказать, перед нами. И сейчас будет фиксация торгового результата. Видео я тут немножечко ускорил, чтобы не сидеть, да, много времени просматривая все нюансы каждой сделки. И вот сделка закрывается, получен первый профит. Переходим к следующей рыночной ситуации. Тут тоже ценовой импульс вверх, правда чуть менее сильный. Видите, там были небольшие свечки, одна даже была красного цвета и две небольшие зеленые рядом. Так вот, здесь также покупается опцион на понижение на 2 минуты. И все, что остается, это выждать время, когда цена скорректируется. Ну а давайте теперь посмотрим, как тут все это будет происходить на графике. Я же прокомментирую еще, что в вводном курсе описаны все три мои основные стратегии. Там есть также новостная. По названию сразу можно понять, что она предназначена для отработки экономических новостей. И статистика по ней очень, на мой взгляд, впечатляющая. Дело в том, что торговля по новостной стратегии ведется более двух лет. И за все это время минус был получен всего один раз на одной экономической новости. На мой взгляд, это действительно успех для любой стратегии. Здесь мы видим, что сделка за 10 долларов закрывается с убытком. И как только это происходит, я тут же заключаю сделку на понижение за 30 долларов. Экспирация также 2 минуты. Всего в своих стратегиях я использую 6 сделок. То есть не бывает такого, чтобы до бесконечности покупать контракты. Максимальное количество сделок в серии ограничивается всегда 6. Да, иногда бывают минусы. Это тоже нужно учитывать. Без минусов в торговле вообще в принципе невозможно. Иногда они происходят. Но весь именно фокус в том, что плюсов по такой импульсной стратегии больше всегда, чем минусов. Итого на длинные дистанции результат получается положительный. Вот здесь сделка закрывается вторая с профитом. И видите, этого профита хватает, чтобы покрыть убытки по первой сделке и принести чистую прибыль. Третья рыночная ситуация. Довольно мощный ценовой импульс. Длинная хорошая свеча, после которой заключается сделка на понижение. И такие вот свечи как раз таки они практически гарантируют нам быстрый разворот цены. Ну давайте посмотрим, что тут будет и как происходить. Рынок пытается немножечко подняться. То есть есть какие-то подергивания. Но у нас сделка, напомню, длится 2 минуты. Так что такие небольшие колебания по несколько секунд, они незначительны. И в принципе никаким особо проблемам не ведут. В любом случае, если даже дело пойдет к росту. И нужно будет заключать вторую сделку, то в этом нет никакой проблемы. Всегда можно успеть выставить стоимость второй сделки. И тут же приобрести ее вновь на 2 минуты. Еще раз повторюсь, что таких сделок в одной серии я использую до 6 штук. Но 6-5 это довольно редко. Как правило, порговля ведется в пределах от 1 до 3 сделок. Здесь цена разворачивается вниз. То есть коррекция пошла очень неплохая. Ну и собственно все, сделка скрывается с профитом. Сейчас мы увидим информационное окно. Да, деньги заработаны. Переходим к следующей рыночной ситуации. Да, вот тут вот был один момент. Между двумя вот этими сделками я случайно заключил сделку. Произвольным образом мне туда нажало на 10 долларов. Поэтому баланс сверху справа у меня уменьшился там на 10 долларов. Ну, бывают механические ошибки у всех. Все мы, как говорится, люди. Здесь импульс идет вниз. Видите, три свечки среднего размера. И я выжидал четвертую, чтобы посмотреть, какая она будет. Здесь она была длинной. Это как раз-таки очень хороший признак, говорящий о том, что разворот рынка, скорее всего, произойдет в самое ближайшее время. Так, в общем-то, тут и происходит. После длинных свечей рынок куда более охотно разворачивается в противоположную сторону, чем после, например, короткие. Но, тем не менее, цена поколебалась. Пришлось закрыть с убытком данную сделку за 10 долларов. И купить еще один контракт. Также на 2 минуты в сторону роста за 30 долларов. Теперь будем смотреть, что будет происходить на ценовом графике в течение этого периода. Напомню, что здесь есть ускорение. Поэтому нам не придется высиживать все 2 минуты. И скоро уже сделка будет подходить к своему логическому завершению. Цена колеблется в довольно-таки узком диапазоне продолжительное время. И потом подпрыгивает. То есть происходит та самая коррекция, которая и выжидается нами после мощных ценовых импульсов. Которые иногда формируются на графиках. Собственно, мы и ловим, да, вот эти вот импульсы, чтобы заработать деньги на коррекциях. Да, сделка скрывается с профитом. Новая рыночная ситуация. Здесь отбит фильтр. О сути фильтра я здесь не буду говорить. Это нужно побольше времени и посмотреть на примерах. Все это описано в вводном курсе. Обязательно там посмотрите, как это все выглядит. Но в любом случае просто прокомментирую, что фильтр здесь был отбит. Была заключена сделка на понижение за 10 долларов. Но рынок, видите, он продолжил рост. То есть это, насколько я помню, будет, наверное, самая сложная ситуация в тех сделках, которые попали в это видео. Но, тем не менее, сейчас посмотрим, что тут будет происходить и как все это дело будет разрешаться. Выставляю стоимость второй сделки 30 долларов. И жду закрытия по первому контракту. Там есть небольшой рост рынка. И из-за этого сделка закрывается с убытком. То есть мы здесь, можно сказать, потеряли 10 долларов. И тут же открываем новую позицию за 30 долларов в ту же сторону, то есть на понижение. Вновь ждем 2 минуты. Вновь тут ускорение нам в каком-то смысле помогает переждать этот период. И сейчас мы увидим, как будет закрываться текущая сделка. Рынок потихонечку растет. То есть нет уже такого быстрого скачка цены вверх. Но, тем не менее, свечка пока что вырисовывается такая зеленая. Я выставляю стоимость третьей сделки. Это 90 долларов. И, собственно, смотрю, каким образом будет завершаться данный контракт. Да, сделка закрылась с убытком. То есть вторая сделка за 30 долларов тоже убыточна. И заключается сделка на понижение на 2 минуты за 90 долларов. Как мы видим, на графике уже сформировался довольно мощный импульс. Поэтому разворот рынка – это уже вопрос просто небольшого времени, которое нужно подождать. Есть небольшие колебания цены боковые. Но, в принципе, тут уже в коррекции практически не сомневаемся. Потому что все ускорение, которое было, оно прошло. Рынок уже затормозил вверху. И вот тут он разворачивается вниз и довольно быстро падает. Поэтому здесь мы закрываем с профитом сделку за 90 долларов. И тем самым денег с нее будет вполне достаточно, чтобы покрыть убытки по первым двум сделкам и получить чистую прибыль. Новая рыночная ситуация. Довольно классический пример. Три зеленые свечки среднего размера. То есть особо длинных свечей здесь нет. Просто идет импульс средней силы. Покупается контракт на понижение на 2 минуты. И все, что от нас требуется, это просто выждать время до завершения сделки. Сделки здесь фиксируются автоматически по истечении заданного нами времени. Время настраивается. Можно выставлять сделки от 1 минуты и до куда более серьезных значений. Но повторюсь, здесь контракты используют по 2 минуты, чтобы они по времени были равны таймфрейму. А таймфрейм это длительность формирования одной свечи на графике. Таким образом, здесь мы видим разворот рынка без каких-либо приключений. Цена падает вниз довольно-таки уверенно. И сейчас будет фиксация результата по сделке. То есть нам при закрытии сделки не нужно совершать никаких действий. Все это делается автоматически. Сейчас закрывается сделка и вот появляется ее результат. И на баланс сразу начисляется нам наша прибыль. И последняя рыночная ситуация, которая была за этот торговый период. Ценовой импульс вниз направлен. И видите, последние 2 свечи очень длинные. Это хороший признак, потому что, как я говорил, чем длиннее свечки, тем выше вероятность скорого разворота рынка. Пытается он здесь немножечко еще продолжить вот это ценовое движение вниз. Такое ускорение получается. То есть цена быстро просаживается. Продавцов становится больше, чем покупателей. И потом такая в кавычках несправедливость. Она восстанавливается и рынок начинает двигаться в противоположную сторону. Итак, что же мы тут видим? Пока что цена спускается, свечка красная, но вот начинается потихонечку коррекция. То есть рынок отпрыгивает вверх к исходным позициям, по которым заключалась сделка. И мы будем сейчас смотреть, как тут будет все это дело закрываться. Второй сделке не понадобилось, хотя я уже выставил 30 долларов и был готов покупать второй контракт. Но рынок уже пошел вверх. Начал корректировать вот это падение, которое произошло. И мы получаем профит. И появляется информационное окошко. Обязательно пройдите вводный курс. На демо-счетах можно тренироваться без каких-либо вложений. Причем торговать по этим стратегиям можно на самых разных счетах самых разных компаний. Здесь я вывожу прибыль. Выставляю на вывод через WebMoney 500 долларов. И, собственно, думаю, что в течение пары дней деньги уже придут на кошелек. Вам же я желаю успеха в освоении. Это того стоит. Удачных вам торгов и больших профитов. Продолжение следует... Продолжение следует...